Я не скажу, что серия была легкая, две игры были тяжелые, несмотря на счет на табло и разницу. Сегодня начало было тяжелое, мы допустили нападений, много ошибок, передачи не попали, но в итоге потом начали защищаться хорошо, пошло нападение, быстрые прорывы и довели игру до конца, и серию тоже. Ваши впечатления от серии первого раунда, от уровня оппозиции, получилась ли серия настолько напряженной? Вы знаете, я в своем предыдущем интервью говорил, что не важно, кто будет, важно, как мы подготовимся. И как-то так совпало все-таки, что Запорожье. И я вам скажу, что мне кажется, наша серия была яркая. Запорожье в Киеве, в Пилово даже в игре была у нас легкая раскатка, потом мы все-таки находили свою игру. Поэтому команда достойная, я считаю, что когда-то и мы были шестью игроками, тоже. Ну, как-то справлялись, мне кажется, может быть один-два игрока, они бы еще лучше бы играли. Но я рад, что мы победили, мы набираем форму. Всегда слышу, что с таким составом прям надо везде выигрывать, я согласен полностью. Но есть несколько «но» по нашей команде, конкретно это восстановление Дроздов проходит у нас, у него были проблемы со здоровьем, он пропустил с вами игру, если помните. Выполнил ножку, он набирает свои кондиции, все будет нормально, я думаю. Также сам Липовый у нас, когда пришел к нам месяц отсутствия баскетбольной практики, он также набирает игровую форму. И надеюсь, что за счет этих игр мы ее наберем, ну а дальше уже отступать некуда на кривбаст. Визуально получилось, ну создалось впечатление, что команда ваша достаточно легко преодолела барьер первого раунда, и учитывая какой соперник, ну скорее всего это будет Кривбас, который еще свою игру не выиграл, вот. Не создался ли какой-то элемент расслабленности перед игрой с Кривбасом? Ни в коем случае, вы знаете, я сегодня наоборот видел в лице ребят, я всегда спрашиваю своего там доктора, помощницы, что это у нас, бандраж ли это или это настрой. У них был настрой, я поверил, это были ошибки, это нервы, а нервы они просто так неоткуда, они только из-за того, что ваша команда достойно сопротивлялась и хорошо играла. Это на самом деле очень опасные игроки, они это показали с Кривбасом, с этим же здесь. Немножко другой стиль у Кривбаса, поэтому мы будем уже по-другому на них готовиться. Ну и самое главное, что слава богу, все целы, живы. Хочу поздравить вашу команду с окончанием сезона, ну я не шучу, а я серьезно говорю, достойная команда. Ни одной игры у нас не было легкой, по счету оно кажется легко, на самом деле это огромный труд защитников. Ну и сами понимаете, там любой снайпер может поломать игру за одну секунду, буквально. Это было не раз, очень благодарен, что у нас есть такие команды. И я считаю, что лига у нас непростая, на самом деле, как ее критикуют. Критикуют ее те, которые ни разу не было на этом поле и не защищался против таких ребят. Они умеют играть в баскетбол, и это прекрасно, я считаю. Ну, по итогам, я думаю, больше расскажет тренер. Я хочу в первую очередь поблагодарить болельщиков, которые были в крайне трудное время для команды. Они были как бы одиннадцатым игроком всегда, тринадцатым, если брать. Поддерживали команду везде. А если брать серию с Динамо, то объективно команда была сильнее, подбор игроков, в принципе, они это и доказали. У нас, конечно, были шансы, но нам нужно еще расти до уровня игроков команды Динамо. Дмитрий Щеглинский, главный тренер баскетбольного клуба «Запорожье». Ваш итог не только сегодняшнего матча, но и всей серии в целом, да и, наверное, всему сезону в целом. Ну, давайте по порядку. Итог матча. К сожалению, он получился для нас не такой, как мы хотели сыграть. Первую половину, еще две четверти мы еще были в игре, достаточно неплохо играли. Но, опять-таки, возвращаясь к тому, что, да, у нас вроде было два с половиной дня выходных. Перерывы не выходных, а перерывы перед второй ответной игрой после Киева. Но, опять-таки, исходя из той глубины состава, которую мы имеем, и ребята отыграв уже, это была 34-я игра по сезону, плюс еще предварительные предсезоны игры. То есть, я понимаю, что у ребят уже есть определенная глубокая физическая усталость, которая проявилась именно, я думаю, во второй половине. Противодействие из команды «Динамо», конечно, козырей у нас было немного, как только в надежде на то, что у нас будет больше эпизодов для атаки со средней и дальней дистанции. Мы их совершали, и много было открытых бросков, мы выводили игроков на атакующие позиции. Но, к сожалению, процент, который мы показали сегодня, он неудовлетворительный, отсюда такой счет. Я не хочу сказать, что мы ставили все только на броски, но в силу того, какая передняя линия у команды «Динамо», она была сложной с ними соперничать. И, в конце концов, когда уже, что называется, ребята поплыли, вы видите разницу в подборах, проиграли по статистике, то есть уступили по всем параметрам. Команда «Динамо», я не буду скрывать, наверное, является одним из главных претендентов на чемпионство. И у них очень длинный сегодня скамейка запасных, глубокий состав, поэтому я думаю, что у них процесс восстановления произошел за это время гораздо лучше, чем у нас. Дмитрий Иванович, почему на заключительные минуты вы так и не предоставили время Бартоломею и Валерийске? Это было мое решение, я так посчитал можно. Ваш коллега заявил, что, несмотря на то, что нынешнюю лигу «Динамо» часто критикуют, уровень достаточно высокий. И, скажем так, критикуют только те, кто сами не играл на площадке. Вот ваше мнение в целом, как выдался сезон для запорожской команды и уровень оппозиции в целом. Высокий, невысокий, повышается по ходу сезона. Смотря с чем сравнивать, да, если говорить о прошлой команде. Давайте сравним с начала сезона. Вот он рос? Думаю, что да. В силу того, что многие команды были сформированы, что называется, в ППХ и тоже «Динамо», которая была в начале сезона, это была одна команда, сегодня это совершенно другая команда. Даже на примере нашего соперника это четко видно и прослеживается в полной мере. Плюс ко всему прочему, команды, конечно, были собраны, буквально, можно сказать, многие из колес. В начале сезона они были недостаточно сыграны, не в оптимальной форме были игроки. По ходу сезона они наиграли свое взаимодействие, набрали индивидуальную форму. И чемпионат, я думаю, подрос в своем уровне по отношению к началу сезона. Ну, а концовка, я думаю, вообще будет очень напряженной и интересной. Опять-таки, по сезону я считаю, что чемпионат был достаточно интересным. Было много очень интересных матчей, неожиданных результатов. Это тоже подтверждает то, что, по сути дела, чемпионат удался. Не было явного фаворита. Каждый с каждым играл, обыгрывал, да, вы знаете, результаты тоже. У нас были неплохие игры с лидерами, и нам удавалось обыгрывать их. Поэтому определенный, конечно, плюс этого чемпионата есть. Плюс, ко всему прочему, возвращаясь к нашей команде, я хотел бы еще раз отметить, что мы играли весь сезон исключительно почти нашими воспитанниками, многие из которых в прошлом году только закончили выступление и выступают по седению в первой и высшей лиге. Мы подтянули этих ребят в суперлигу, они поиграли, набрались определенного опыта, а многие стали ведущими игроками в команде и получили неоценимый опыт против игры с такими именитыми и хорошими игроками, которые прошли и сборную Украины, поиграли на международном уровне, играли на высшем уровне. Тоже много таких представителей в команде «Динамо» сегодня играли, наши молодые ребята против них. Я думаю, это неоценимый опыт, который даст им возможность развиваться и прогрессировать дальше. Спасибо, я бы хотел поблагодарить всех наших болельщиков, всех тех, кто переживал этот непростой для нас сезон за нашу команду. Мы надеемся, что команда будет еще дальше существовать. Я хочу поблагодарить спонсоров, которые поддерживали в такое непростое время наш клуб, руководство клуба, которое находило возможность, чтобы клуб, несмотря на все тяжести, продолжал существование и мы завершили сезон. Хотелось бы, конечно, чтобы на более высоком месте, но есть так, как есть. Смотрим с надеждой будущее. На следующий сезон надеемся, что болельщики будут приходить, и мы будем радовать наших болельщиков в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok